Всем огромный привет! Хочу показать свои покупки в магазине FixPrice. Давно я там не была, практически месяц, и поэтому с огромным удовольствием мы сходили с Максимкой. Давайте посмотрим, что же я выбрала. Начну с не очень интересного. Сначала думала, надо это показывать или нет, но покажу. Всего по 10 рублей, поэтому и показываю. Эдельвей из водички питьевые. Одна газированная минеральная, вторая питьевая негазированная. Каждая бутылочка по 10 рублей. Я думаю, что это очень выгодно. Мы ее взяли попить, но так получилось, что не успели. Также Максимка взял за 25 рублей себе вот эту пиноколадо сильно газированный напиток. Редко, когда только в FixPrice бывает, что покупаем. Так, из питьевого еще был вот такой 7-Up. Он идет тоже 25 рублей. 330 мл. Из еды мы взяли вот такое варенье. Смотрите, что делает. Из еды мы взяли вот такую землянику протертую с сахаром. Это не варенье, это я просто на кота отвлеклась. Я видела, что он с вытяжки прыгает на меня. Вот такая она классная, вкусная. Давайте я вам состав покажу. Обычно все девочки это покупают, поэтому уже мы знаем, что состав у нее хороший и очень вкусный. С блинчиками, с оладьями, с сырниками. Ну, совсем вкусная. Не буду в кадр показывать очередные вот эти вот пасты коллекции, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Очень вкусные, хорошие. Я их сразу в сторонку откину. Взяла две пачки, по 25 рублей одна пачка. Так, все кажется, неинтересное закончилось. Теперь, наверное, буду показывать, что же я купила. Косметического практически ничего. Взяла ватные диски. Попались на глаза 140 штук. Они такие с якобы прошитыми краями. Ну, такие, знаете, как спрессованные края. Но я не очень люблю, когда вот такая сильная прессовка идет. Потому что бывает, когда лицо протираешь, вот эти острые, там, ну, как-то вот даже слишком острые краешки получаются. Ну, взяла и ладно. Следующее. Давайте интересное покажу. Привезли вот такие вот интересные кубрики для мышки. Рисунки были разные. Мне очень понравилась эльфилева башня. Вот здесь написано, что 30 отрывных листов. Вот таких. То есть на нем и мышкой работаете. И можете на нем же писать и листочки отрывать. Не надо искать бумажку. Сразу написал, оторвал. И все удобно. Ну, давайте я вам покажу, как он выглядит внутри. Я взяла себе два. В общем, вот так эту бумажку выкидываем. И вот сам такой блокнот. Все листочки, ну, вот видно, да? Вот такие вот эльфилевые башни. Но она достаточно бледная. И последней остается вот этот прорезиненный коврик. Я думаю, что когда он останется один, можно, в принципе, мышкой и по нему возить просто. Но я думаю, не так уж часто надо вот эти записи важные делать. Ну, вот интересная задумка. Мне понравилась. Мужу как раз нужен был коврик. Я подумала, что я и себе возьму, насколько хватит. Ну, вот и мужу. Дальше Максимка себе взял вот такие очки. Они были разных цветов. Длина ремешка у них регулируется. Плотно можно фиксировать на глазках. Универсальные для плавания. Красные, синие, голубые, зеленые. Вот такие 50 рублей. Дальше. Взяла себе ручки гелевые. Хотела две пачки, но взяла одну. Потому что очень быстро заканчивается стержень. Просто мне вот этот желтый закончился. Я показывала, что рисовала в раскрасках антистрессовых. И недорисовала немножко. Желтый кончился. А когда пыталась найти что-то похожее, чтобы заменить, у меня ничего не получилось. Такой цвет только вот в этих ручках. Не нашла нигде больше. Вот сходила в фикс прайс, докупила. И теперь буду рисовать, продолжать ими же тот самый рисунок. Еще хочу сразу показать вот такие вот декоративные украшения. Тоже они по 50 рублей идут. Камешки декоративные называются. 95 грамм. Мы уже их покупали. Засыпали вот так в бокал. Очень красивое декоративное украшение получается. Но мне показалось, что их тут маловато. И мы решили взять еще. Давайте мы с вами досыпем и посмотрим, как это будет смотреться. Мне кажется, будет покрасивее. Вообще, эти декоративные камешки у Максимки около стола на его полочке стоят. И очень красиво. Ну, будет вот так. Если они окажутся лишние, я думаю, мы найдем их куда доложить, если в другое место. Ну, вот пока вот так. Но очень яркий, красивый, такой красочный атрибут на полочке. И смотрится действительно красиво. Особенно на полке детской. Там вокруг нее, ну, этого стаканчика, бокала. Вокруг него получается. Я хотела вазочка сказать. Машинки маленькие ему девочки дарили. И вот, как бы, очень красиво. Следующее. Давайте я вам покажу, что еще себе Максик взял. Он у меня прям король мочалок. Очень любит мочалки. Очередную взял себе мочалку. Завезли вот таких вот кисок. В разных цветах. Желтые, голубые, розовые. Вот прям разные. Он выбрал себе вот такую голубенькую. И назвал его Мур. Так что вот такой котенок Мур у нас теперь будет жить в ванной. Так. Максимка тоже себе взял вот такой фонарь. Так, сейчас покажу. Он идет как фонарь. И можно его еще... Вот видно тут такая железка подвешивать. Вот она. Сюда идут две батарейки пальчиковые. Они в комплект не входят. Мы их уже купили. И вот так вот горит сам фонарик. Ну, яркий. Достаточно ярко. Как не попаду. Достаточно ярко. Вот такой фонарик. Кстати, тут написано, что работа светодиода 5000 часов. Максимка взял калькулятор, посчитал и сказал, что более 200 дней, в общем, светодиод будет работать. Нам это понравилось. Что очень долго. Так, дальше, дальше. Сейчас доберусь. Взяла себе вот такие тапочки. Взяла 37 размера. Вы знаете, долго на них смотрела. Вообще, я дома хожу в таких именно. Но я все время все хвалю. Да, давайте немножко поругаю. Не обратила внимания. Не знаю, как показать. Вот, наверное, видно. Видите, тут шишка, а здесь срезана. И осталось у меня чувство, что я косолапая. Вот, поэтому нужно вот эту пятку будет. Я мужа попрошу, чтобы он ее подрезал. Иначе неудобно. А во второй, ну, я видела, но я подумала, что мне вот эта штука мешать не будет. Вот тут вмятина такая. Ну, тоже мы тут подрежем шишку самую. И я думаю, косолапость моя пропадет. Ну, конечно, за 50 рублей. Вот это, кстати, в самый раз, а это маловато. Как будто не маловато, а вот в этом месте давит. Но может быть, потому что тапка в тапке вот так были. Они просто растянули друг другу. Ну, пока вот так воткну. Вот такие, в общем, тапочки взяла. Следующее. Давайте я покажу контейнеры. В этот раз я много взяла контейнеров. Часть себе, часть на подарок. Все видели, что последние Максимки прислали девочке ластики. Катюшка присылала. Вчера вот Вика прислала ластики. И у нас их класть стало некуда. И поэтому для нашей коллекции ластиков я купила еще один прозрачный вот такой контейнер. Очень удобно в нем хранить ластики. Их видно. Поэтому очень удобное оказалось такое вот хранение. Следующий контейнер я взяла для мелочей. Вот такой синий. Они были разных цветов. Я хотела красненький или розовенький. Но почти все были сверху поцарапанные. То есть мне приходилось... Серые, кстати, еще были. И черные. Красный, синий, серый, черный. Кажется так. В общем, из непоцарапанных я нашла вот такой синий. Думаю, это будет нормально. Вот так. Для хранения мелочей. Я шла немножко за другими, но нашла вот такой. То есть тех не было, какой я хотела. Но нашла вот такой. Еще один, который я нашла. Вот. Он идет вот такой уже. Тут одна открывашечка. У меня у самой. Вот именно в таких хранятся всякие мелкие украшения в виде бусинок. Всяких стразинок. Вот в таком. Очень удобно. Эти вот не вынимаются, поэтому ничего выпадать не будет. А крышка настолько плотно закрывается. Вот видно тут пазы даже. Если даже в эти свои бусинки. Что он у меня не закрывается? А ты что не закрываешься? Он у меня там плотно закрывался. Да, тут слабо оказалось. Ну даже хочу, что я не тут купила. Да, вот этот сломанный. Смотрите, видите. Открывался. Там-то все замечательно. Щелкок прямо. Ну ладно, объясню тогда просто. Но этот, видите, бракованный. Поэтому проверяйте. Вот в эти пазы настолько плотно закрывается обычно, что если перевернете кверх ногами, ни одна бусина из отдела в отдел не попадает. Ну вот мне, видите, попался, получается, бракованный. Странно. Ну ладно. Следующие контейнеры. Их будут две штучки. Сейчас покажу, как они выглядят. Один с розовым, с оранжевым таким, как называется, ну дополнительным боксиком, да. А этот с розовым. Я с розовым поставлю, а с оранжевым вам покажу. Они интересны тем, что есть ручка. Вот так открывается крышка. Этот боксик снимается. И вот такое одно большое отделение. Я видела, мне показывала девочка одна тоже, подписчица. Она хранит так помады. И вот в этом отделении верхнем она хранит карандашики для губ. В общем, помады и карандашики для губ. Вот такое интересное можно использование вот этому контейнеру. Ну или можно под мелочевку. Кому как хочется. Вот их у меня получается два. Так, следующее, что я взяла, это вот такие вот божьи коровки декоративные. Их можно сажать на цветы, на окна, на холодильники. В общем, куда хотите. В общем, это украшения. Мне они нужны для игрушек. Я шью игрушки. Иногда я прикрепляю на лапки или еще куда-то вот такие божьи коровки. Они у меня неожиданно закончились и пришлось идти покупать. Так, еще Максимка взял себе, но для творчества. Был вот такой набор, пять штучек всего в наборе марок. Мы хотим попробовать сделать открыточки нашим близким друзьям. Ручной работы и использовать эти марочки. Вот, хотим с ним попробовать. Если получится, то близким подарим. Ну и последнее, что я купила, это набор декоративных наклейких лент. Их было несколько, сейчас покажу. Вот, первый вот такой. Так, тут их четыре ленты. А метраж 15 миллиметров на 3 метра. Ну, я так понимаю, что в каждой. 3 метра на 15 миллиметров. Полтора сантиметра. Такой, потом я увидела вот такой набор. Тоже три штуки, их 150 сантиметров. Полтора метра получается. Длина каждой. Ну, не очень много. Ну, так вот, если для мелких работ, как оформление, то вполне хорошо может получаться. Так, дальше вот такой набор. Уже тут блестящее что-то. Только красная такая не блестит. Но она, вы знаете, как бархатная. Тут плохо видно, но видно, что она как бархатная. С блестками. Разноцветный скотч с блестками. Тут четыре штучки по... Длина-то где написана, кому это интересно вдруг. А вот что-то я не увидела длину этого скотча. И вот две я взяла. Одинаковые. Не смогла выбрать. Вот такие уже красивые. Один на подарок. Ну, как, впрочем, и все остальные. А вот этот вот я взяла себе. Это вот мы с Максимкой будем пробовать. Вот эти марки. Вот эти вот скотчи использовать. На вот эти открыточки, которые мы с ним придумали. Ну, если получится, конечно. Ну, я думаю, близкие друзья не обидятся, если у нас получатся первые работы кривые косы. Вот. Вроде бы все показала. Я обычно люблю половину вокруг себя оставить. Но сейчас вроде все показала. Вот такой был интересный наш поход. Для нас интересный. Из минусов тапки. Ну, вот получается, один контейнер бракованный мы взяли. Ну, все остальное пока вроде нормальное. Вроде пока все нравится. Ну, не все я и спробовала. Например, ручки еще не потестировали. Фонарь горит. Ну, а клейки, ленты уже в ходе работы посмотрим. Вот такой у нас был набег сегодня на фикс прайс. Спасибо всем, кто был с нами. Со мной. Я все с Максом никак не разделюсь. Он хотя отошел. У меня все мы-мы. Спасибо всем, кто смотрел. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok